Добрый день, меня зовут Татьяна Чистякова, я специалист по развитию лидерских качеств у подростков и молодежи с инвалидностью. И сегодня у нас будет вебинар на очень интересную тему, как школа особенного родителя помогает в социализации детей с инвалидностью. И сегодня у нас в гостях Евгения Сизикова, педагог-психолог, руководитель специальных проектов благотворительного фонда «Подарок Ангелу». Добрый день, я всех приветствую, рада очень, что вы к нам подключаетесь, надеюсь, что со временем вас станет еще больше. Как уже сказала Татьяна, я работаю в благотворительном фонде «Подарок Ангелу» и я предлагаю построить наш диалог сегодня следующим образом. У нас будет три блока, в первом из которых я расскажу в целом про наш фонд, чем мы занимаемся, как мы пришли к такой политике ведения проектов, и в целом, какие аспекты жизни детей и взрослых с инвалидностью мы затрагиваем в своей деятельности, какие проблемы позволяем решать с помощью наших проектов. Во второй части я расскажу про свой непосредственно опыт работы с родителями, со социализацией детей, в целом про вовлечение детей в различные мероприятия, про вовлечение подростков, повышение уровня их социализации. И в третьем блоке я вам расскажу про два наших проекта. Первый – это проект «Школа особенного родителя», с помощью которого мы вовлекаем родителей в процесс реабилитации и абилитации детей. И расскажу также про премьерный проект. Вы будете первые, кто увидит его ролики. Такая небольшая, вот я уже Татьяне рассказала, ремарка. Это будет проект, который называется «Ступени взросления», который направлен непосредственно на социализацию детей с инвалидностью. Если у вас будут какие-либо ко мне вопросы, уточнения, пишите, мы будем по ходу нашего диалога на них отвечать, а также ответим на какую-то часть из них уже после завершения моего спича. Итак, в общем-то, как уже сказала Татьяна, меня зовут Евгения. Я психолог-педагог по образованию, и последние пять лет я работаю в благотворительном фонде помощи детям и взрослым по Даракаргию. Изначально, для тех, кто не знает, давайте немножко познакомимся с деятельностью нашего фонда. Есть такая прекрасная мама особенного ребенка, зовут ее Галя Тихонова, и несколько лет назад она создала волонтерское движение, которое соединяло детей с церебральным параличом и людей, которые хотели бы им помочь. Запрос был предельно простой, ребенок хочет куклу, и есть волонтер, который готов ребенку эту куклу купить. И эта волонтерская служба соединяла детей с теми, кто хотел им помочь и помогал. Но впоследствии, когда стали расти запросы таких семей, мы стали задумываться о том, что необходимо создать фонд. И, в общем-то, так и появился фонд. Изначально наша деятельность была сконцентрирована... Мы помогали семьям из Москвы, из регионов, в которых воспитываются дети с церебральным параличом. Могу. Хорошо. 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 Изначально мы помогали детям, которые воспитываются в семьях, состоящих из одного родителя, либо в семьях, которые имеют статус малоимущей семьи. Это было выбрано не случайно. По нашей статистике, порядка 70% семей, в которых воспитываются дети с инвалидностью, состоят исключительно из одного родителя. Как правило, это мама, которая воспитывает одного и более детей. К сожалению, отцы уходят, не выдерживают нагрузки, и мы взяли на себя миссию адресно помогать таким семьям, исполняя их иногда заветные, иногда не очень заветные мечты, помогаем бытовой техникой, специализированной мебелью и различными другими адресными вещами. Впоследствии мы задумались о том, что нам необходимо брать наши семьи на патронаж, и помощь стала более постоянной и системной. Мы стали оплачивать реабилитации детей и добавлять в их реабилитацию свои комплексные услуги. У фонда с прошлого года действует полноценная психологическая служба поддержки. Я думаю, что Татьяна впоследствии отправит ссылку в чат, либо всем, кто зарегистрировался, если вам вдруг нужна помощь психолога, вы можете обратиться в нашу службу, и вас определят к волонтеру, который может вам помочь. Это не горячая линия, это детальная работа с психологом от трех и более сессий, направленная на решения внутренних, межличностных проблем и других видов, которые возникают у родителей, особенно у детей. Второй компонент, который мы добавили в нашу реабилитацию, это логопедическая служба, в рамках которой логопеды-дефектологи и специалисты по альтернативной коммуникации помогают нашим детям с психоречивым развитием и с развитием мелкой моторики, даже зачастую развитием крупной моторики. Мы стали брать семьи на патронаж и столкнулись с одной очень большой проблемой, что когда ребенок ходит в центр на системной основе, когда он ходит на занятия к нашим специалистам, у него есть большой результат. Результат устойчивый, нет откатов, нет регрессов, но когда они, например, уезжают на море, уезжают в гости, уезжают на реабилитацию, у детей начинаются регрессы. Что же с этим делать? Вот тогда мы задумались о том, что нам необходимо вовлекать родителей в процесс реабилитации и абилитации детей, что нам необходимо придумать проект, который бы смог помочь нашим родителям более детально разбираться в заболевании своего ребенка, разбираться в том, чем ему можно помочь, а также чтобы они смогли сами заниматься со своими детьми с помощью каких-то базовых безопасных методик и техник. Мы провели опрос среди подопечных фонда. На тот момент их было уже более 3,5 тысяч. На предмет того, что они делают со своими детьми дома. И, честно говоря, мы были очень неприятно удивлены, потому что реабилитация ребенка заканчивалась ровно тогда, когда они выходили из реабилитационного центра. Когда они выходили от массажиста, когда они выходили от логопеда или другого специалиста. То есть дома родители не знают, что делать со своими детьми. Еще хуже, что опрос показал, что многие родители используют для работы со своим ребенком какие-то непроверенные данные, которые поступают из интернета. Они находят их на форумах, покупают различные небезопасные устройства в надежде, что это поможет развить речь, например, и так далее. И все вот это вкупе давало, к сожалению, негативный результат. Когда ребенок ходит постоянно на занятия в центр, у него случаются улучшения. Когда он перестает ходить по той или иной причине, наступает небольшой перерыв буквально на 2-3 недели, и у него происходит регресс. В общем-то, проанализировав все эти данные, команда фонда приняла решение создать ряд проектов, которые будут вовлекать не только детей, но и родителей. И вот сейчас я хочу перейти к второму блоку. Я думаю, что вопросы по фонду вы сможете найти также на нашем сайте, если у вас какие-то есть, и там достаточно много информации о нашей деятельности. Сейчас мы переступим ко второму блоку, в рамках которого я расскажу, почему же важно вовлекать родителей в занятия с ребенком, в процесс социализации ребенка, в процесс абилитации ребенка, и в целом, почему родитель должен быть максимально включен. Я заранее хочу извиниться перед теми родителями, чьи чувства, возможно, будут задеты. Мои слова не несут никакого оскорбления, ни в коем случае не пытаются вас как-то в чем-то обвинить. То, что я буду вам рассказывать, это не более чем опыт моей работы в фонде, опыт индивидуального консультирования родителей, а также всевозможные опросы и та обратная связь, которая к нам поступает от родителей. Прошу вас не воспринимать мои слова на свой счет. Это такая маленькая оговорка, потому что иногда подобное случается. Итак, для многих родителей, я думаю, что это не секрет, и родители, которые воспитывают ребенка с инвалидностью, не понаслышке это знают, что появление ребенка с диагнозом... Еще медленнее. Так, что появление ребенка с диагнозом, это стресс. Стресс не только для родителей, но и для всего микроклимата, который их окружает. Это родственники, это педагоги, которые работают с ребенком, это врачи, это друзья семьи и любые другие люди, которые так или иначе косвенно соприкасаются с данной проблемой. К сожалению, в нашей стране нет практики введения семьи в такую ситуацию, да, условно. Им никто не объясняет, что с этим делать. Нету какой-то навигации, нету понятного принципа того, как можно в семью грамотно ввести ребенка с инвалидностью, как адаптировать быт семьи, как банально объяснять людям на улице, почему ваш ребенок не такой. Эти данные у нас отсутствуют, родители идут по наитию, и с каждым годом, с каждым месяцем, с каждой негативной ситуацией, с которой они сталкиваются, уровень их стресса начинает зашкаливать. В нашей стране напрочь отсутствуют тенденции к психологической помощи, к психологической разгрузке, и в целом многие из нас считают, что психолог идет от слова псих. Если я иду к психологу, у меня есть проблема с головой, у меня есть проблема с психикой, все будут об этом знать, меня будут презирать и так далее. К сожалению, это не так. И люди об этом не знают, они закрываются, и большая часть родителей, которые сталкиваются с инвалидностью ребенка, они проживают это все самостоятельно, откладывая в себе всевозможные травмы, проблемы, обиды на ребенка, на себя, на окружающих, которые не воспринимают этого ребенка, не воспринимая сложившуюся ситуацию с семьей. И это все уходит в кромешный негатив, и впоследствии, когда ребенок становится подростком, и нужно мотивировать его на самостоятельную жизнь, необходимо мотивировать его на те или иные поступки, на принятие себя, когда необходимо мотивировать и создавать условия для его социализации, родитель к этому не готов. Он находится до сих пор, уже по прошествии большого количества времени, в стадии принятия. Он находится в стадии отрицания зачастую, и эта стадия может длиться на протяжении даже ни одного, ни двух, ни десяти лет. Это может быть на протяжении всей жизни ребенка с инвалидностью, что его родители не принимают диагноз, отрицают этот диагноз и делают все для того, чтобы другие точно так же его отрицали. И, к сожалению, зачастую это очень негативно сказывается на развитии ребенка. Такой небольшой теоретический блок, скажем так. Что же нужно с этим делать? Это те проблемы, с которыми сталкиваются наши специалисты, сталкиваются специалисты фонда. И мы, в общем-то, решили создать такую устойчивую методическую базу, доступную, бесплатную, понятную родителям, где специалисты простым языком будут объяснять родителям, что такое, ну, в нашем случае, например, церебральный паралич, каких видов он бывает, как он прогрессирует или, наоборот, регрессирует, какие есть сопутствующие заболевания, какие специалисты могут помочь с тем или иным проявлением, какие специалисты могут помочь и в каком возрасте справиться с той или иной патологией. Мы создали большую методичку для родителей, которую мы распространяем в рамках нашего проекта «Школа особенного родителя», о которой мы поговорим чуть позже. И в ходе вот этой работы с распространением информации, с неким обучением и просветлением родителей, мы столкнулись с тем, что они готовы, возможно, менять что-то внутри своей семьи, но не готовы менять что-то в обществе. Если мы говорим про социализацию ребенка, то, как правило, речь идет о том, чтобы ребенок находился в комфортных для себя условиях, но во внешней среде. Чтобы он общался со сверстниками, чтобы он посещал школу, чтобы у него были друзья, чтобы он участвовал в различных мероприятиях, соревнованиях и подобных активностях. Но зачастую родители привыкли создавать внутри себя такой комфортный эмоциональный кластер, внутри которого они живут самостоятельно со своей проблемой, внутри которого находится их ребенок, и они не готовы, грубо говоря, открыть эту проблему миру, они не готовы показывать окружающим, норматипичным детям, например, своего ребенка, они не готовы отвечать на вопросы родителей. И мы стали заниматься очень активной профилактикой данного явления, мы стали создавать, то есть мы создали психологическую службу, которая занимается с родителями, мы стали проводить групповые занятия для родителей, в рамках которых они общаются, делятся своим опытом, рассказывают про то, как в целом проходит взаимодействие с обществом. И все вот это стало логичным таким завершением нашей такой методологической работы, в рамках которой мы подошли к тому, что эту проблему нужно решать. И проблему нужно решать комплексно, решать ее нужно по всей России. И мы тогда создали маленький, тогда еще на тот момент, проект «Школа особенного родителя». «Школа особенного родителя» — это уникальный проект, который обучает родителей быть для своего ребенка другом, специалистом, логопедом, арт-терапевтом, физическим терапевтом, быть для него самым лучшим врачом, как бы громко это ни звучало, и специалистом. В рамках этого проекта различные специалисты — это логопеды, дефектологи, психологи, физические терапевты, арт-терапевты, специалисты по ЛФК — обучают родителей базовым, а главное, безопасным методом, различным упражнениям и техникам, которые они могут применять дома со своим ребенком. Изначально этот проект стартовал в Москве, мы обучили 300 родителей, начинали мы только с физической реабилитации, и как только мы разместили в соцсетях отчет о том, что мы начали подобного рода активность, к нам посыпались заявки из регионов, из деревень, из каких-то небольших городов, где вовсе отсутствуют данные специалисты, и родители вынуждены каким-то видео в интернете обучаться и пытаться реабилитировать своих детей дома. Мы стали расширять программу проекта, к физическому терапевту стали добавляться другие специалисты, эрготерапевты, логопеды-дефектологи. И сейчас из одного региона, который у нас был, Москва, проект масштабировался, и на данный момент мы провели обучение уже в 20 регионах, и на этот год запланировано еще 12 новых регионов, в которых мы также проводим обучение. Вот сегодня ночью я, например, лечу в Тюмень. В прошлые выходные мы были в Казани. Этот проект создан для того, чтобы родители перестали бояться диагноза своего ребенка, перестали его отрицать и поняли, как им можно в комфортных для себя условиях, в рамках своей бытовой рутины, заниматься и помогать своему ребенку. В этот проект добавлен огромный психологический блок. Это индивидуальная работа с психологом и групповая работа с психологами, которые позволяют в том числе и решать проблемы социализации ребенка. Изначально, если мы с вами посмотрим в корень этой проблемы, многие родители просто не хотят, чтобы их ребенок общался с внешним миром, чтобы внешний мир видел проблему, которая у них есть, те или иные проявления их заболевания. И они начинают закрываться, закрывать своего ребенка. И если не работать с родителями, если в корне эту проблему не решать, то до социализации мы не дойдем. Многие родители, к сожалению, отказываются верить в рост своего ребенка. И мы говорим сейчас и про родителей обычных детей, норматипичных, что уж говорить про ребенка с инвалидностью. У нас были такие забавные случаи в практике, когда к нам в офис приходит ребенок на занятия. У нас в рамках нашего офиса, где работает команда фонда, есть логопедический кабинет, куда ходят дети, занимаются логопедом. У нас пришел мальчик, 16 лет, и его мама нам рассказывает, что он не самостоятельный, он ничего не умеет. Я сама ему готовлю чай, он очень плохо разговаривает. Я завязываю ему шнурки, я его одеваю, и вот я не знаю, что с ним делать. В конце занятия выходит мальчик, садится на лавочку и завязывает себе шнурки. Мама в шоке. Мама звонит папе, говорит, ты представляешь, он завязал шнурки. Говорит, расскажите секрет. На что выходит наш логопед и говорит, я просто ему сказала, что ты никуда не пойдешь, потому что я не буду завязывать себе шнурки. Либо ты завяжешь их сам, либо ты пойдешь с развязанными шнурками. И такой простой пример показывает то, что зачастую родители не дают ребенку самостоятельности. Они не позволяют ему выполнять самые простые какие-то базовые вещи самому. Вот эта гиперопека, которая идет от родителей, гиперзабота, зачастую не дает ребенку нормально развиваться, не дает ребенку быть самостоятельным и формировать эти самостоятельные навыки. И вот сейчас мы подкрались к такому классному и новому проекту фонда, который называется «Ступени взросления». В рамках школы особенного родителя, повторюсь, мы обучаем родителей и взаимодействуем только с ними. Мы отвечаем на их вопросы, даем им методологию, обучаем их различным методикам. И в прошлом году фонд запустил проект, который называется «Ступени взросления», в рамках которого мы работаем не только с родителями, но и работаем с детьми. Мы отобрали 100 подростков из Москвы. К нам? К нам. Наверное, не к нам. К нам. К нам. Вопросов пока нет. Так, соответственно, мы отобрали 100 подростков из Москвы и беседовали исключительно с ними, работали исключительно с ними. Это подростки с инвалидностью, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и полностью с охранным интеллектом, либо с частичными поражениями, которые позволяют им самостоятельно общаться со специалистами. И мы в ходе такой достаточно неформальной беседы общались с ребятами и выясняли, какие же у них есть проблемы. И не поверите, из 100 подростков 98 сказали нам, что их гиперопекают родители, что родители не дают им быть самостоятельными, что они их контролируют, не дают им совершать те или иные шаги, те или иные ошибки, опекая их и зачастую отстраняя от самостоятельной деятельности. И проект «Ступени взросления» – это был такой нам ответ, точнее наш ответ родителям о том, что дети могут быть самостоятельными, они хотят развиваться, они хотят социализироваться, они хотят общаться друг с другом. И мы запустили такую комплексную работу с разными специалистами, с некоторыми детьми работал коуч, который мотивировал их и помогал им определиться с дальнейшим жизненным путем. С кем-то общался профориентолог для того, чтобы они могли выбрать профессию и то направление, с которым они, в общем-то, свяжут свою жизнь. С какими-то детьми общался логопед и специалист по альтернативной коммуникации, чтобы дать им возможность общаться с внешним миром, подбирая специализированные устройства, подбирая специализированные программы для того, чтобы ребенок мог, например, сам пойти в магазин и купить себе хлеб, объяснить продавщице о том, какой хлеб ему нужен, там, сказать ей про сдачу или про форму оплаты, например. С кем-то из детей, и в том числе из родителей, работал психолог для того, чтобы решить какие-то личностные проблемы, проблемы со сверстниками, со школой, с кризисом возраста, да, вот новый этап в жизни. И в рамках этого проекта мы записали два интервью. Первое интервью, одно из них я вам хочу показать. Главную героиню этого интервью зовут Катя Загорская. И это девушка, которая безумно осмысленная в своих словах, в своих действиях, у которой есть четкий план на дальнейшую жизнь, но при этом, которую отрицает общество. Я включу чуть позже ролик, и я думаю, что каждый из вас поймет, о чем говорит Катя, и услышит ее. Но здесь очень яркий и классный пример в этом видео – это Катина мама, которая моя коллега, и она тоже психолог, и она всю свою жизнь работала с детьми с инвалидностью, и так получилось, что у нее самой родился ребенок с церебральным параличом. И она приняла это на удивление спокойно, включенно. Конечно, в первости это был шок, но она каждый день создает условия, в рамках которых Катя общается с внешним миром, находит ей всевозможные курсы, находит ей всевозможные чаты для общения, и мотивирует ее для того, чтобы она не закрывалась. Это очень яркий и хороший пример того, как родители могут влиять на психоэмоциональное состояние ребенка, в том числе и на физическое состояние ребенка. Потому что когда Катя стала ходить на различные мероприятия для людей с инвалидностью, у нее стала формироваться более уверенная походка, у нее стали формироваться бытовые навыки, которых раньше не было. И Катина мама – это пример того, как родители непосредственно влияют на социализацию своего ребенка. Мы сейчас включим видео, надеюсь, у нас это получится. И после видео мы к вам вернемся и обсудим еще раз типичные ошибки, которые совершают родители, а также поговорим про то, какие есть основные правила и каких тенденций стоит придерживаться при общении со своим ребенком и при мотивации его на социализацию. Давайте включим ролик, посмотрим, и потом его обсудим. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите нам в чате. Подошел мальчик на детской площадке на улице, и он спросил, почему ты не умеешь ходить? Ну и как-то обидно, очень задевало меня. Тогда мне казалось, наверное, что он хочет меня обидеть. А сейчас вот если кто-то ко мне подойдет и спросит, почему ты не такая, как все, или что-то еще, происходит от того, что дети не знают. Они не сталкивались в своей жизни с такими людьми. Ну я очень не хочу остаться одной. Сейчас возникают новые проблемы. Смогу ли я создать семью? Будет ли кто-то рядом со мной? Самый большой страх – это когда она останется одна. Мы сейчас делаем максимально все для того, чтобы подготовиться к этому моменту. Я хочу, чтобы люди наслаждались жизнью, чтобы ценили каждый момент. Главное – верить, любить и мечтать. Вот такой небольшой ролик про Катю в... Есть, повторюсь, большие видео, большие версии этих роликов. Их всего 10, каждый из которых идет около 10 минут. Мы вам дадим ссылки. Кому интересно, сможете посмотреть, познакомиться с историями подопечных, которые принимали участие в рамках этого проекта. Этот проект показывает и рассказывает о том, как дети и подростки, ну в основном это подростки, воспринимают себя в социуме, о том, как они воспринимают свое заболевание, и как к этому заболеванию относятся родители. И сейчас мы поговорим о том, какие же ошибки совершают родители при взаимодействии со своими детьми в старшем школьном возрасте, да, в подростковом периоде, как они не дают ребенку социализироваться, или наоборот, дают, но делают это неправильно. Опять же, повторюсь, мы никого не хотим обидеть. Это лишь опыт, с которым сталкивается моя команда, и я в том числе, и с которым я с вами хочу поделиться. Итак, первое, что делают родители, как мы с вами уже выяснили, это отрицают диагноз своего ребенка и не учат ребенка рассказывать о том, что же с ним не так. Во время интервью один из мальчиков рассказал нам следующую историю. Он как-то пришел в детский клуб, у него прекрасно развита верхняя часть тела, у него полностью работают руки, и он на коляске поехал играть в баскетбол. Попадая в какое-то кольцо, и там начисляются баллы, и к нему подошли дети, и стали спрашивать, а что же с тобой не так? Давай вот мы с тобой поиграем, а ты что, не можешь встать из коляски? И Ваня, так зовут мальчика, впал в ступор, потому что ему напрямую такие вопросы никогда не задавали. И родители никогда не говорили с ним, что можно ответить людям, которые интересуются о его состоянии. Мало того, они говорили, что с тобой все нормально, просто вот ноги не работают. Когда мальчик ответил в таком формате, вопросы стали более негативные, они стали более навязчивые, грубые, и все закончилось тем, что им пришлось уйти с этого игрового комплекса, потому что у него упало настроение, он ушел в негатив. И когда мы с ним обсуждали эту ситуацию, когда мы ему объяснили, что можно было сказать, что нужно говорить людям, которые интересуются о его диагнозе, мы услышали примерно следующее, что ему сейчас 16 лет. И на протяжении 16 лет он искренне верил, что он такой же, как все, но у него не работают ноги. И для него та информация о том, что у него есть заболевание, оно специфическое, оно не уйдет, о том, что ему нужно адаптироваться с этим заболеванием и жить всю жизнь, для него это было каким-то небольшим открытием, потому что родители всю жизнь, находясь в такой стадии отрицания, ребенку говорят то же самое. Это самая первая основная проблема, что наши дети, которые столкнулись с таким заболеванием, мы должны быть с ними честными, мы должны открыто им говорить о том, что происходит с их телом, с какими-то другими психоэмоциональными, например, проявлениями, и о том, как это проявляется, что они могут говорить людям, которые находятся вне этого заболевания, незнакомым людям, как реагировать на подобного вида комментариев. Это одна из самых больших и главных ошибок родителей. Второе – это попытка спрятать своего ребенка. К сожалению, мы до сих пор сталкиваемся с тем, что из-за непринятия в обществе многие родители сажают своих детей дома, закрывают их дома в таком неутрированном формате, не ходят с ними гулять, например, в общественные места, не ходят с ними в разные детские клубы, где есть и здоровые, например, дети, и норматипичные. Они просто закрываются внутри этого заболевания, и ребенок, по сути, всю жизнь, всю свою сознательную жизнь общается исключительно с родителями, со специалистами, и в лучшем случае он общается с такими же детьми, как он, с детьми, у которых есть диагнозы. В худшем случае он общается исключительно с родителями и со специалистами. Ребенок от этого закрывается, процесс социализации нарушен, и он, как правило, сталкивается с тем, что в более осознанном возрасте он становится абсолютно не самостоятельным, не восприимчив к критике, не восприимчив к негативу, он не может общаться с другими людьми, реагировать на любые фразы, которые они ему говорят, на обращение, и ребенок остается абсолютно потерянным. Третья проблема, которая есть, с которой мы сталкиваемся достаточно часто, это, наоборот, нарочитая попытка сделать все условия для того, чтобы ребенок был везде. Сейчас я вам расскажу историю Златы Дудкиной. Кому интересно, в интернете достаточно много материалов про Злату, про ее маму, и вообще очень много интервью с этой девочкой. У Златы ДЦП есть сейчас, если я не ошибаюсь, 17 лет, она заканчивает школу, в этом году у нее ЕГЭ, и она ребенок, который всю жизнь, так получилось, была в обществе, постоянно у ее мамы, и у нее брали интервью, их водили на разные мероприятия, и она в целом всегда была открыта к миру. У Златы где-то примерно первый уровень нарушения моторных функций, то есть она ходит сама либо с опорой, либо с палочкой, у нее есть некая задороженность речи, но в целом она вполне себе самостоятельная, она много что может делать сама, у нее великолепно развит интеллект, она пишет статьи, и в целом Златы это ребенок, как бы это грубо ни звучало, с легкой формой ДЦП, ребенок, который может впоследствии быть самостоятельным, и мама Злату с детства отправляла в инклюзивный лагере на всевозможные мероприятия, и вот везде, где можно было, везде, куда можно было отправить Злату, Злату была. И во время пандемии она мне написала, что ей нужна срочная помощь психолога, что у нее депрессия, мы с ней созвонились, и запрос был примерно следующий, что из-за того, что мама ее везде отправляла всю жизнь, она думала, что ей везде рады, что ее готовы принимать, что люди готовы с ней общаться, что люди готовы с ней взаимодействовать. Но на деле происходит примерно следующее. Злата приходит на инклюзивное мероприятие, на какой-то танцевальный батл, где есть люди с инвалидностью и нормотипичные люди, здоровые. И после мероприятия она хотела подойти к какому-то мальчику, пообщаться, но организаторы ей сказали примерно следующее. Злата, вот это вот половина зала для вас, для инвалидов, а вот это вот для здоровых. Ты, пожалуйста, иди на свою половину, не надо туда ходить, там люди кушают, ты им мешать будешь. И Злата была абсолютно не готова к тому, что внешний мир может быть таким жестоким, несправедливым, может быть закрыт от нее. Потом она поехала буквально через несколько недель в детский лагерь, где есть также дети с инвалидностью, и здоровые дети. И к ним приехал фокусник, который учил их делать какие-то фокусы, какое-то шоу показывать. И в какой-то момент фокусник говорит, и так, мы сейчас делаем там жесткие пальцы, вот знаете, как у ДЦПшников. И она сидит и говорит, ну, а вот у меня и так ДЦП. И он такой, а тебе повезло. И взрослая девочка, которая воспринимает этот мир с детства как открытый, как инклюзивный, как максимально комфортный, в своем осознанном возрасте начинает сталкиваться с тем, что общество не настолько готово, как ей показывала мама. И у нее происходит нереальный диссонанс, психологические травмы, и она закрывается. И сейчас она лишний раз старается на подобные мероприятия не ходить, потому что она в силу своих психологических особенностей и она закрылась и не хочет сталкиваться с этими проблемами. Это еще одна ошибка родителей, которые пытаются чрезмерно стилизировать своих детей, при этом не будучи с ними откровенными, да, и при этом не будучи с ними даже не то, что с ними, да, а не подготовив ребенка к, к сожалению, там, суровым реалиям нашей жизни. Да, возможно, Сергей, возможно. Здесь речь шла о том, что вот... Это со слов Злата рассказано. История была? Вот, соответственно, следующая проблема, с которой сталкиваются наши подопечные и ошибка, которую совершают наши родители, это гиперопека в рамках попыток социализировать своего ребенка. Когда мы идем на какое-то мероприятие, да, и мама не отходит от ребенка, не дает ему наедине общаться со сверстниками, не дает ему самостоятельно, там, например, решать какие-то свои сложности, вырабатывая первичные социальные навыки, мама везде ходит хвостиком, мама отвечает на все вопросы, и вроде бы ребенок пришел на мероприятие, вроде бы он готов заводить новых друзей, но из-за того, что родители гиперопекают своего ребенка, он не может проявить себя, не может проявить свой характер, он начинает закрываться, и вот такие попытки социализации своего чада также не приводит ни к чему хорошему. И последняя, наверное, пятая проблема, с которой мы сталкиваемся довольно часто, это когда социализация ребенка заканчивается на семье. У нас, по статистике нашего фонда, из семей, с которыми мы работаем, примерно 60% это семьи, в которых воспитываются два и более детей. То есть есть ребенок с инвалидностью в семье, и остальные дети без инвалидности, как мне написал Сергей. Соответственно, семья, родители, бабушки думают примерно следующее. Для социализации ему достаточно. У него есть братик, и вот они живут в одной квартире, они вместе ходят гулять, вместе ходят играть, и ребенку этого достаточно, ему больше никто не нужен. И с одной стороны, в этом есть какое-то маленькое зерно логике, да, о том, что ребенок общается с, да, ребенок с инвалидностью общается с ребенком без инвалидности, но в то же время мы здесь пресекаем формирование первичных социальных навыков, да, первичного общения, знакомства, заведения дружбы, потому что член семьи – это априори совершенно другой статус, нежели незнакомый человек. И вот все эти проблемы, они не позволяют ребенку в нужной степени адаптироваться в обществе, они не позволяют ему социализироваться и чувствовать себя комфортно с незнакомыми людьми или с малознакомыми людьми. Итак, как же должна выглядеть идеальная картинка, да, того, как мы вводим ребенка в общество, чтобы ему было комфортно, чтобы это было комфортно родителям, и для того, чтобы это было эффективно и мотивировало его на дальнейшее свершение. Ну, как я уже говорила в ошибках, первое, что нужно сделать – нужно откровенно разговаривать со своим ребенком, в том числе и о его заболевании. Это не только мотивирует ребенка быть максимально открытым с родителем, но и в том числе позволяет ему принять свой диагноз. Родители часто забывают за своим психоэмоциональным состоянием о том, что у ребенка тоже есть эмоциональный фон, и состояние родителя очень сильно сказывается на состоянии ребенка. Второе, что нужно понимать родителю, хочет ли этого ребенок. Насильно вести его в новое место, насильно вести ребенка в новое место к людям, которые могут быть потенциально неприятны, или он к этому не готов, не нужно. Вы должны обсуждать со своим ребенком, со своим подопечным возможные случаи, возможную реакцию со стороны общества, со стороны детей без инвалидности, со стороны их родителей, к сожалению, которые тоже не всегда корректно высказывают те или иные, то или иное мнение. Вы должны вступать в диалог со своим ребенком. Если вы пришли на то или иное мероприятие, или просто вышли с ребенком гулять, и вы видите, что у него начинается контакт с другим ребенком, я очень вас прошу, не мешайте. У детей на изначальном уровне, на изначальном психологическом уровне заложено взаимодействие друг с другом. Груднички, не имея опыта, не имея на тот момент каких-то социальных навыков, речи, прекрасно взаимодействуют друг с другом. И это идет на протяжении всей жизни. Ребенок может без родителя общаться с другими детьми. Ребенок должен этому учиться. Но опять же, как я уже говорила ранее, если у ребенка есть к этому желание. Как вот Игорь написал в чате, психотерапия нужна и детям тоже. Безусловно. Многие фонды сейчас предоставляют возможность работать детям разных возрастов, начиная с 4-летнего возраста, как правило, с психологами. Есть психологи, которые работают с грудничками, есть психологи, которые работают с неговорящими детьми. Есть очень много моих коллег, которые специализируются именно на этом. Я думаю, что вы можете также в интернете найти информацию об этом. И если у вас есть подобный запрос, можете с ним пойти. Наш фонд помогает подросткам, это старший школьный возраст, и родителям. Если вам нужна помощь, мы также скинем ссылочку, вы сможете обратиться к нашей психологической службе бесплатно и, в общем-то, получить от них какую-то поддержку. Вернемся к тому, что я говорила. Если ребенок приходит к вам с вопросом, что, например, меня позвали на день рождения, вот он встретил ребенка на детской площадке, меня позвали на день рождения. Дети делают такое очень часто. Что необходимо делать в этой ситуации, к примеру, да? Например, вам необходимо обязательно взаимодействовать с родителями этого ребенка. Потому что дети воспринимают этот мир совершенно иначе. Они видят его в радужных тонах, и для него ребенок на коляске или ребенок, у которого есть некие сложности в проявлении заболевания, это такой же ребенок, как и он. Но для родителей это может быть достаточно негативный фактор, и вы не должны об этом забывать, как родители, которые пытаются своего ребенка социализировать, пытаются его ввести, вот в это, да, создать вокруг него инклюзивное общество. Еще одно правило, которое очень важно понимать, это то, что социализация ребенка не должна стать самоцелью его существования. В конечном итоге мы говорим о том, что мы, безусловно, разговариваем о детях, у которых есть интеллектуальная сохранность, да, в данном случае, что самоцелью является не введение ребенка в общество, а формирование у него первичных бытовых и социальных навыков, то есть для того, чтобы он мог общаться, ходить в магазин, самостоятельно себя обслуживать. И, как говорила Катина мама, сейчас вся их жизнь построена на том, чтобы научить Катю жить без родителей. И для этого они не просто социализируют своего ребенка, а прививают ей социальные навыки, которые нужны в среде, для того, чтобы она могла сходить в магазин, для того, чтобы она могла сходить в банк, при помощи, да, там, мамы, например, или при помощи средств СССР, можно было ей добраться до этого, для того, чтобы она могла позвонить на горячую линию, объяснить, что ей нужно, вызвать скорую и так далее. Все это тоже является важным аспектом социализации. Формирование первичных бытовых и социальных навыков позволяет ребенку в дальнейшем не бояться остаться одному, не бояться того, что этот мир не будет к нему готов, да, как бы это странно ни звучало, и чтобы он был максимально готов к тем реалиям, которые у нас с вами есть, к сожалению, о которых мы с вами слышим. Вот это такая правильная парадигма того, как нужно вводить ребенка в общество. Многие родители, особенно в регионах, когда мы выезжаем с нашим проектом школы, особенно в родителя, знакомятся между собой и потом в дальнейшем знакомят родителей только в рамках нашего семинара. То есть, живя в одном городе, они думают, что такого же ребенка, условно, ребенка с подобным видом инвалидности или родителей с подобного рода проблем нет, что они находятся одни. И из-за отсутствия вот этой поддержки, из-за отсутствия взаимодействия друг с другом, они не могут подобрать ребенку зачастую правильную компанию, найти ему друзей или найти ему просто возможности для того, чтобы ребенок мог общаться и взаимодействовать. Поэтому следующий мой совет, который тоже будет достаточно важным, это для того, чтобы грамотно социализировался ребенок, должен социализироваться родитель. Многие родители отстраняются от привычного общества, от друзей, от знакомых, опять же, иногда стыдясь заболевания ребенка, иногда не находя поддержки, иногда отрицая заболевания. И в ситуации, когда они находят себе друзей среди родителей, которые столкнулись с такой же проблемой, среди родителей, которые сталкиваются с тем же непринятием или с теми же подростковыми переходами у детей, они чувствуют себя гораздо более уверенно и позиционируют ребенку общение гораздо более уверенно, потому что они чувствуют эту поддержку извне, и это мотивирует ребенка в том числе и это мотивирует ребенка в том числе общаться и заводить новые знакомости. Я думаю, Татьяна, что я наговорила уже на полжизни вперед. Давайте посмотрим, есть ли у нас вопросы. Давайте посмотрим, есть ли у нас в чате вопрос. Спасибо вам, Евгения, за такой рассказ. Давайте посмотрим. Надежда, это здорово, что у вас есть родительские чаты, но буквально давеча в Казани, позапрошлые выходные, мы столкнулись с тем, что до сих пор есть родители, которые живут в небольших селах, например, или в небольших городах, вот, например, около Казани, есть несколько сел, Бугульма, например, это небольшой город, и около Бугульмы есть ряд сел, в которых на все село, единственное родители, у которого есть ребенок с подобным родом заболеваний, или в принципе с инвалидностью, это может быть одна семья на всю деревню. Такие мамы закрываются внутри, они просто не знают, куда им идти, где им брать родители, где им брать поддержку, и здорово, что сейчас родительское сообщество очень растет, что оно крепнет, но до сих пор есть, особенно в регионах, такая проблематика, и многие родители отрицают вот эту поддержку извне. Я безумно с вами согласна, что социализация-то не в том, чтобы сидеть в клубе по интересам, социализация-то скорее о том, чтобы ребенок имел возможность и понимал, как ему правильно общаться со сверстниками, со сторонними людьми, с новым обществом, как ему при этом себя комфортно чувствовать и как себя комфортно позиционировать в этом обществе, если у него есть такая возможность. Сейчас очень здорово, что есть всевозможные устройства для альтернативной коммуникации. Если мы говорим, например, про неговорящих детей, это не значит, что они не могут общаться, это не значит, что они не могут социализироваться. Есть всевозможные гоутоки, Есть различные карточки, есть устройства, которые позволяют ребенку общаться, например, только с помощью зрачка. То есть они ловят зрачок и набираются текст на клавиатуре, и он может точно так же социализироваться и общаться, поддерживать контакты в сети интернет. Мы здесь говорим о какой-то общей картинке мира, о том, что формирование первичных социальных навыков – это, в первую очередь, ответственность родителя, и от понимания родителя важности и своего участия зависит дальнейшая социализация ребенка. Опять же, вот как пишет Валентина, да, социализация – это не в том, чтобы сидеть, но надо иметь интересы и клубы, и брать туда детей. Безусловно, как мы с вами, я думаю, что все в детстве ощутили, мои родители, например, водили меня на миллион разных занятий, и я училась варить варенье из одуванчиков, и бисероплетением я занималась, и на плавание ходила, и на танцы я ходила. На некоторые занятия я ходила два раза всего, один-два раза. Но мои родители давали мне возможность выбора интересов и формирования вот этой интересной для меня среды. То же самое, по сути, и должно происходить с ребенком с инвалидностью. Они зачастую из-за того, что ограничены в своих возможностях, не знают, какие есть, например, виды спорта, подходящие для детей с инвалидностью. То есть мы до сих пор рассказываем на наших семинарах, что есть, например, хоккей для детей, у которых помимо поражения ног, еще есть и поражение рук. И для них подобный хоккей тоже существует, и есть специальные лиги. И родители – это первая точка, по сути, входа ребенка в общество. Они могут привить ему интересы, они могут привить ему привычки, они могут для него открыть вот то самое правильное окно во внешний мир. Вот коллеги Игоря Павленко делятся опытом. Они ставят с родителями цели по канадской системе Комп. Обозначают проблемные зоны, ставят цели, прописывают шаги для достижения этих целей. Раз в неделю они созваниваются с родителями, обсуждают, как у них движутся дела с реализацией целей. Если нужно, то корректируют шаги. И через три месяца родители оценивают удовлетворенность или выполнение цели. Например, в прошлом году подростки сразу начали добраться до школы. У подростков самоагрессии появились альтернативные формы поведения. Это очень здорово. Мы в своей работе тоже используем подобную систему, но у нас очень мало поведенческих детей. У нас в основном дети с поражениями опорно-двигательного аппарата, и мы подобную систему, повторюсь, систему работы используем и в нашей психологической службе, и в нашей логопедической службе. Я как психолог, наверное, больше расскажу про психологическую службу. Там мы ставим конкретные проблемы и конкретные цели, которые можно решить с помощью краткосрочных сессий. То есть условно мы определяем запрос в семье, либо родителя, либо ребенка, и с помощью 3-5 где-то сессий мы решаем данную проблему. Потому что у многих наших коллег есть такая тенденция, что они на протяжении нескольких лет ведут одну семью, родителям просто высказывают свое психоэмоциональное состояние, и проблемы не решаются. Мы работаем так же, как и коллеги, по краткосрочной системе целей. Это позволяет добиваться результатов, помогать родителям в достижении своих целей. И главное, что это очень сильно мотивирует. Я думаю, что многие люди, которые сталкивались с, например, похудением, знают, что ничто так не мотивирует, как результат. Здесь все то же самое. Если ребенок сказал 5 новых слов, его это мотивирует для того, чтобы сказать 10. и мотивирует родителей, например, заниматься с ребенком дома. Та же самая история и из, например, психологической практики. Решая одну или ту или иную проблему, родители видят, что вот этот порочный круг проблематики, который у них есть, из него можно выйти, и они потихонечку начинают себя оттуда вытягивать и постепенно вытягивают и психоэмоциональное состояние семьи. Валентина, и вам спасибо. Вот Сергей скинул ссылку в чат на разные виды спорта, которые подходят на вебинар о разных видах спорта, которые подходят для людей с инвалидностью. Это очень здорово. Я советую вам посмотреть, потому что, повторюсь, очень многие родители не знают, куда отдать своего ребенка и вообще какие есть возможности. Значит, поступил вопрос из ТОПСЕ, как можно стать участником нашей школы родителей. Смотрите, это зависит от региона. У нас запланировано на этот год 20 регионов. Полный список есть в нашей группе ВКонтакте, она прям так и называется, школа особенного родителя, либо есть на сайте фондового новостя. ТОПСЕ, по-моему, в этом году нету, но есть Краснодар. Поправьте меня, он находится где-то недалеко. Возможно, я ошибаюсь. Не пинайте меня. Вот. Так мы постоянно выкладываем анонсы. Школа растет, и с каждым годом мы делаем, ну, добавляем новые города, потому что мы формируем сначала там запрос родителей, и потом туда выезжаем. В каждый город мы выезжаем от двух до трех раз. Физический терапевт, логопед-дефектолог и психолог выезжают у нас на два интенсив дня. А вот, Евгения, у меня вопрос, а выезжают специалисты командной, командой, то есть это за одну боецку приезжают? Нет, нет, нет. Смотрите, у нас выезжает всегда один специалист вместе с психологом мной в один регион, и мы проводим выходные онлайн-курсы на одну тему. Ну, то есть у нас, например, есть логопедическая реабилитация. То есть мы выезжаем с логопедом-дефектологом, и за два дня, суббота, воскресенье, по 10 часов образовательных у нас происходит, мы разбираем и теорию, и практику с одним специалистом. В следующие выходные, например, или через какое-то время туда выезжает другой специалист. Помимо этого у нас есть еще онлайн-курсы, и для родителей, которые живут в других регионах, вы можете написать нам письмо на почту, мы вам предоставим доступ к онлайн-курсу. Он не заменяет очный, но тоже достаточно полезен, там много ответов на вопросы, просто там нету такой практики наглядной, в рамках которой мы, например, показываем какие-то упражнения, ну, в рамках логопедии мы учим, например, логомассажу. Для этого необходимо все-таки трогать лицо оппонента, да, и когда специалист корректирует техники. Так, сейчас чуточку почитаем, что происходит в чате. Да, согласно с Еленой, психологам не ставят в садах, школах, реабилитационных центрах задачи, связанные с социализацией, поэтому я и говорю, что первая и достаточно важная входная точка – это родители. Именно родители должны ставить перед собой социализацию ребенку как цель, они должны изучать различные методы социализации, методики, искать возможности входа своего ребенка в общество, потому что, к сожалению, так устроена наша медицинская система, да, и социальная система, что родитель – это в первую очередь тот, кто наиболее заинтересован в успехах своего ребенка и внедрение своего ребенка в общество. Если можно, тоже поделюсь небольшим опытом, как это было у меня про социализацию. Мне очень, ну, такая стартовая точка. У меня было 14 лет, не в том смысле, что ты 14 лет, но и никто не занимался, в 14 лет, вот, открылся мир полной возможности. Нет, со мной постоянно занимались реабилитацией, причем очень много было домашней реабилитации, реабилитации со специалистами, но круг общения был как раз-таки ограданичен знакомыми и то друзьями, с которыми мы додружили на реабилитации. И у нас очень большая семья, у нас очень много друзей, никто от нас не отвернулся. Детство было полное счастливых воспоминаний, точнее, воспоминаний о счастливом детстве, но в 14 лет, а я помню этот момент, я увидела по телевизору клинику, рассказывали о результатах, и все, глаза заградились. Я сама начала немножечко двигать этот процесс, мама, я хочу, мне надо, а не дозвониться. То есть клинику показали по НДВ, это центральный федеральный канал, и туда просто нельзя было дозвониться. Мама работает, папа работает, у меня надомное обучение, а если, ну это просто чудо характера, если мне надо, то мне надо здесь и сейчас. Никаких там вернуться к этому вопросу через месяц мы не можем. Вот я звоню маме, там, раз в 15 минут, мама, ты звонилась, и ты на какой-то третий или пятый звонок, мама говорит, а что ты там делаешь? Ну, я уроки учу, ну, вот тебе телефон, а у меня работа, вот уж что хочешь, то ты и делай, тебе доставляй полный свободок, и с этих пор, то есть, ну, я, в принципе, не знаю, что, чтобы мама, я не помню, чтобы мама, начиная с 14 лет, куда-то звонила, что-то решала, ну, вот к удачу может она меня отвезти, это связано, ну, там, с физической доступностью, но никак не с гиперопекой, то есть, я к чему, что действительно детям надо давать свободу, начинать с родственного возраста, учить, даже, может быть, это спонтанная ситуация, я не думаю, что в тот момент у моей мамы были какие-то глобальные цели на мою социализацию, но вот это был очень мощный толчок, и, конечно, важно, чтобы дети с инвалидностью занимались тем, что интересно в первую очередь им, понятно, что это должна быть адаптивная история, но почему я говорил, когда 14 лет, и когда вот открылись все возможности, то есть, связано с тем, что я начала писать стихи, начала посещать литератонное объединение «Родники», и в меня очень сильно победил руководитель литератонного объединения, Владимир Артемович Леонов, и вот там был самый мощный, яркий перемен инклюзии, то есть, я была одна девочка с инвалидностью на 120 человек, сейчас на 100, и это абсолютный пример того, как принимают люди, и как действительно вот навыки общения формируются в такой дружеской среде, навыки того, что учишься принимать критику, что ты не идеален, и в принципе, ну, это нормально, и вот мой такой совет тоже отпускать детей. Да, да, гиперопека вот это вот, гиперопека и то, что родители боятся выпускать своего ребенка, это проблема, которая есть, ну, наверное, 80% семей, которые к нам приходят. Вот, я вот увидела, там коллеги пишут из Воронежа и Красноярского края. Смотрите, значит, Красноярский край у нас запланирован на второе полугодие этого года. Туда поедет логопед. Вот, попросите Татьяну, она обменяет нас контактами, мы будем очень рады вас там видеть, возможно, вы нам поможете даже с организацией и с привлечением родителей. Воронеж у нас тоже запланирован на следующий год. Я, с вашего позволения, хотела бы озвучить города, которые у нас будут до лета. Возможно, есть кто-то из этих городов, и вы сможете к нам попасть. Вот мы сейчас едем в Тюмень, и до конца, ну, получается, до начала лета у нас запланирован еще Волгоград, Оренбург, Пермь и Калининград. Туда ездят разные специалисты, если кто-то есть из этих городов, вы можете зайти в наши социальные сети, есть отдельно ВКонтакте группа школы особенного родителей, там бывают анонсы, и там вы можете записаться, это все дело бесплатно для родителей, безусловно, вообще все услуги, которые предоставляет наш фонд, они бесплатны, и вы можете ими воспользоваться. В целом, я думаю, что мы можем поблагодарить всех, кто к нам присоединился. Да, мы поблагодарим за участие всех слушателей, поблагодарим за вопросы, поблагодарим вас. Спасибо большое, что позвали. Спасибо вам большое, действительно, очень-очень много полезной информации, и очень-очень много трудоведливых предметов о том, как выстраивать гармонично процесс реабилитации, абилитации, социализации ребенка. Давайте, Татьяна, еще знаете, я, с вашего позволения, в чат напишу свой номер телефона, если у кого-то есть вопросы, касаемо работы нашего фонда, получения помощи или проведения проекта ШОР, вы можете мне писать в WhatsApp, и я достаточно оперативно отвечаю, и я думаю, что мы будем со всеми на связи. Да. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Спасибо. Я также благодарю нашего сутопереводчика Михаила Кашкова. Спасибо вам огромное. Спасибо Сергею за техническую помощь. Спасибо. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.